На этой неделе, во вторник 17 сентября, Церковь совершает память святого пророка Моисея, который жил почти за полторы тысячи лет до Рождества Христова и который является автором нескольких священных библейских книг. Этому святому Церковь присвоила почетное звание Боговидца, ведь еще при жизни святой пророк Моисей видел Творца миров лицом к лицу, беседовал с ним на горе Синай и получил из рук Божиих те самые 10 заповедей, которые стали основой ветхозаветной нравственности, праведности и благочестия, и которые до наших дней не потеряли свои важности и для многих, к сожалению, и в наше новозаветное время остаются еще недостижимым идеалом. Главным церковным событием этой недели является праздник Рождества Пресвятой Богородицы, приходящийся на субботу, 21 сентября. Рождение Пресвятой Девы Марии означало скорое пришествие в мир Спасителя Мира, долгожданного Мессии, о пришествии которого возвещали древние пророки и которого ждал весь избранный народ и все человечество. Поэтому Рождество Пресвятой Богородицы можно уподобить первой весенней ласточке, превозвестнице скорой перемены, оживления и возрождения. Божию Матерь все христиане почитают как небесную заступницу и покровительницу христианского рода, молитвенницу о всем мире, и в песнопениях этого праздника ей посвящены такие вдохновенные поэтические слова. «Иоаким и Анна от поношения за бездетность, а вместе с тем и Адам и Ева от тли смертной, свободились твоим рождением, Пречистое». В этот день христиане также почитают святых Иоакима и Анну, которым издревле молятся о даровании детей, поскольку они на себе испытали горе бездетности, а затем чудесные утешения в лице богодарованной дочери. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры 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 создавал DimaTorzok Вот это и должно нас объединять в одном целостном порыве стремления служения Господу не все в человеческой жизни бывает просто и гладко потому что и страсти человеческие возобладают над нами потому что и враг диавол Хочет сбить нас с прямой дороги, ведущей ко спасению, и всячески ухитряется сделать так, чтобы стадо Христово разделилось между собой. И особенно он старается, дьявол, враг рода человеческого, чтобы паства отделилось от архипасты, чтобы духовенство было не с народом. Потому что тогда легко всех увлечь в погибель вечную. И мы должны постоянно помнить об этом. Потому что эти поздние дьяволы, они совершаются так, как написано в житии преподобного Антония Великого. Однажды он вышел из своего жилища и увидел дьявольские седи, всюду расставлены. И он восстакнул ко Господу, а как же можно спастись? И Господь ответил ему, только смиренные могут избежать этих сетей. А поэтому нам надлежит укращать свою гордыню, у каждого она есть, это гордыня. И нам нужно учиться смирению. Потому что сам Господь сказал, научитесь от меня, я как родок есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Не будет покоя человеческой душе, если в нем живет гордость. Не даст она покоя душе. Она постоянно будет возбегать препоны между душою и Христом. И это не будет зависеть от других людей, а именно от этой духовной болезни, которая внутри человека. Я хочу привести слова святого апостола Павла, который говорит так. «Поминайте наставников ваших и покоряйтесь, те ибо бдят о душах ваших, яко слово воздать и хотящих. Да с радостью сие творят они воздыхающие, несть бы полезна вам сие». Это назидание нам, архипастырем, священникам. Потому что мы должны будем на страшном суде дать ответ за каждую человеческую душу, которую не сумели спасти. Но и для вас, мирян, это тоже великое духовное назидание. Потому что если каждый мирянин говорит, сегодня пастыри такие, что они нам не вожди, они нам не указ. Мы сами знаем, как спасаться. Это значит, что они идут прямой дорогой в гибель вечную. И вот мы должны объединяться в этом смирении, в этом служении Христу, отлагая гордыню, отлагая осуждение, отлагая превозношение, молясь друг за друга, поддерживая друг друга. Вот только тогда мы можем иметь надежду на спасение душ наших. Я сердечно благодарю вас, владыка Филарет, вас, владыка Диадон, за то, что сегодня вы оставили свои кафедральные храмы, прибыли сюда, в главный храм Симбирской земли, чтобы вместе со мной совершить молебное пение ко Господу и спрашивая Его благословения на предстоящее мое служение на этой земле. Я благодарю отцов, которые прибыли, чтобы разделить нашу молитву, и всех вас, дорогие братья и сестры. Я только совсем вот недавно приехал, но уже почувствовал ту любовь, которую верующие люди питают к своему архипастырю, к духовенству, к Церкви Божией. И это меня порадовало, потому что, к сожалению, не везде так. Мы будем вместе собираться сюда для молитвы, для духовного назидания. Будем вместе думать о том, как возрождать наши порушенные храмы, как развивать церковную жизнь, как делать так, чтобы все больше и больше народа переступало порог Дома Божия и оставалось в нем, приходя как можно чаще для молитв. Пусть Божие благословение пребывает со всеми вами. Благословение Господне на вас, того благодати и щедротами и человеколюбия, всегда ныне и приснув, и во веки веков. Аминь. Всех рад вас видеть здесь, на Симбирской земле. Вы знаете, что 30 августа состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором был принят ряд кадровых назначений. Эти назначения в том числе затронули и Симбирскую епархию, и Симбирскую митрополию. Изволением Божиим по решению Священно-Началия мне определено быть митрополитом Симбирским и Новоспасским, главой Симбирской митрополии. В Симбирске я никогда не был, посещаю его впервые. Первое впечатление от города очень хорошее, очень хорошее впечатление от жителей города, но еще, может быть, как раз и потому, что я приехал, когда город праздновал свой день. Это был, конечно, праздничный день, люди в приподнятом настроении находятся. Но, наверное, как и в любой епархии, предстоит решать ряд вопросов и проблем. Это обычная жизнь, не только церковная. Везде и всюду приходится решать различные вопросы и проблемы. Есть они, конечно, наверняка и здесь. Иначе тогда не было бы нужды в епархиальных архиереях, если бы нечем было заниматься. Стоит ли касаться моей биографии, не знаю, потому что сегодня на просторах интернета можно узнать все. Просто скажу, что мне пришлось в сане священника 20 лет служить и уже более 20 лет в сане архиереи. Сколько Господь еще удаст служить Церкви, это Его всеблагая воля. Но очень надеюсь на милость Божию, что в остаток своих лет удастся посвятить служению Церкви, народу Божию еще что-то успеть сделать здесь, на этой земле. Владыка Анастасий вчера прибыл сюда из сказаний, как положено, передал все дела по акту, учредительные документы, печать, дела, и отбыл на то место, куда ему определил Синод для пребывания на покое. Назначение меня в Симбирск было для меня полной неожиданностью. Во-первых, Синод собрался несколько раньше, чем обычно Синод осенней сессии собирается, потому что была необходимость у Синода назначить ректоров Академии и Срединской семинарии. Учебный год новый начинался. Несколько раньше Синод прошел, его никто не ждал. Потом меня никто даже не информировал о том, что будут такие перемещения. А что касается с удовлетворением, не с удовлетворением. Вы знаете, я на Дальнем Востоке прослужил 13,5 лет и никуда не просился, хотя Дальний Восток намного труднее, как вы понимаете. И в Курганской епархии у меня были определенные планы, определенные начинания, к сожалению, которые не удалось завершить в связи с переводом. Поскольку это перемещение было полной неожиданностью, еще раз повторюсь, то оно, конечно, вызвало некоторую озадаченность. Морально я к этому не был готов, потому что если 13 лет прослужил на Дальнем Востоке, если еще 13 лет в Кургане, ну это уже мой конец жизни, бытия земного предела. Вот о чем еще думать и что-то предполагать. Я думаю, что и здесь мы будем продолжать то, что начато моими предшественниками. Я несколько был знаком с Владыкой Проклом. Владыка Феофан тут довольно активно начал развивать церковную жизнь. Владыка Анастасия, наверное, тоже за свои годы что-то сделал. Вот все это требует продолжения. Нельзя что-то бросать начатое, да, его нужно завершать. Какие-то, вероятно, возникнут новые проекты. Эта жизнь, она предлагает что-то новое. И, наверное, мы будем все эти возможности рассматривать и по мере этих возможностей что-то здесь делать созидательное. Да, и в плане строительства, в плане развития церковной жизни сегодня возможности у церкви фактически неограничены. Мы можем работать в самых разных направлениях, о чем, может быть, никогда и мечтать невозможно было. В царское время ведь тоже было все ограничено. У каждого человека, наверное, есть святые, которых он особенно любит. Для меня это, прежде всего, наверное, преподобный Сергий. Потому что я родился и вырос в Подмосковье. Это места, связанные с именем преподобного Сергия Радонежского. Мне Господь привел возрождать одну из обителей, основанных самим преподобным Сергием в Серкухове. Это древний Высоцкий монастырь XIV века. Преподобный Сергий сам туда пришел, обошел город вокруг, выбрал это место, прочитал молитву и поставил настоятелем своего любимого ученика. Я получил этот монастырь буквально в развалинах в 1991 году. И 8 лет был его настоятелем. Преподобный Сергий для меня, конечно, особенно святой. Конечно, это святитель Николай, великий помощник каждому человеку. Я думаю, что здесь, на Симбирской земле, это блаженный Андрей. Я знаю, что он очень глубоко почитается, наверное, не только в Ульяновской области, а и в окрестных областях. Мне довелось участвовать в архиерейском соборе, который совершил прославление блаженного Андрея Симбирского по ходатайству тогда еще владыки Прокла. Вот здесь его святые мощи. Я, конечно же, буду прибегать к нему в молитвах, как к помощнику этого града, этой земли. Я с собой везде, куда меня Господь посылает, вожу святыню, которая, можно сказать, общецерковного уровня. Это чудотворный югский образ пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Икона явилась в 1615 году в Псково-Печерском монастыре, преподобному Дорофею Схимнику. Матерь Божия повелела взять эту икону и идти в пределы Ярославля. Вот там была основана Свято-Троицкая Дорофеева, Югская Пустынь. Там хранилась эта икона. Она небольшая. Во времена, в 20-х годах, монахи, взяв эту икону, пошли на ярмарку, чтобы какие-то сборы провести на нужды обители. Там на них напали обновленцы, икону отобрали, и она больше в свой монастырь не вернулась. Монастырь вскоре был закрыт, духовенство репрессировано, а потом постройки монастыря были взорваны, и это место ушло на дно Рыбинского водохранилища. Как несколько там, Малога, целый город, и несколько монастырей. Умпишский, Покровский, Афанасьев, Малогский монастырь. Там трагедия была, люди не хотели оттуда уходить, вместе с домами затопляли, там погибли даже люди. Есть справка НППД об этом. Простой такой был период. Но икона сохранилась. Обновленцы сначала ее передавали из храма в храм, потом стали органы НКВД репрессировать и обновленцев, закрывали их храмы, обновленческое духовенство тоже отправляли в места. Не столь отдаленные иконы переходили уже у мирян, из рук в руки. И уже когда я уехал на Дальний Восток, эту икону мне передали. Она в храмах не была, вот с 20-х годов она уже в храмах не хранилась. Пока эта икона у меня, я ее просто храню как величайшую святыню нашей церкви, потому что ее сегодня передать фактически некуда. Но если сегодня в планах понижения уровня Рыбинского водохранилища, причем так интересно, что одно из первых мест, которое будет осушено, это как раз место, где располагалась Тарафеева пустыня. Вот есть возможность такая, что эта пустынь будет восстановлена. Если она будет восстановлена, конечно, икона Матери Божией вернется вот в свой родной дом. Вот сегодня она со мной здесь, в Ульяновске. Не знаю, мы потом решим с нашим духовенством, может быть, мы тоже будем делать, как это делали в Кургане, совершать еженедельное моление перед ней. Это, не знаю, как будет востребовано. Если народ захочет, я с радостью. Зрители спрашивают. Церковная иерархия, подобно структуре вооруженных сил, включает в себя сложную организацию чинов и уровней. Самый высший уровень — патриарх или предстоятель по местной церкви. А как называются другие уровни священства? Чем они отличаются? Что такое белое или черное духовенство? Первонаперво я хотел бы несколько уточнить этот вопрос, поскольку, на мой взгляд, христианская церковь по изначальному замыслу Христа Спасителя была им создана ни в коем случае не подобно армии, а скорее как семья. Коль скоро мы именуем Бога Небесным Отцом, собственно, в молитве Отче наш, заповеданный самим Христом Господом, коль скоро мы именуем друг друга в храмах братья и сестры, коль скоро обращаемся к священникам по имени Отец такой-то, например, да, традиционно, то как мы можем говорить о какой бы то ни было армейской дисциплине или строении внутренней церковной жизни? Здесь как раз самый уместный образ, и причем образ, встречающийся в Священном Писании и заповеданный нам Священным Писанием, это образ семьи, образ соединения людей, близких, родных друг к другу, которые объединены не только общей верой, не только общей молитвой и таинствами, но и симпатией, дружелюбием, симпатией и дружелюбием и любовью друг к другу, братской любовью, которая действительно заповедана нам Христом и апостолами. Поэтому я хотел бы всячески откреститься от подобной милитаризации церкви и от каких бы то ни было армейских аналогий. Что касается непосредственно церковной иерархии, то не стоит думать, что она собой представляет что-то уж невероятно сложное, многоуровневое и запутанное. В первом приближении, может быть слегка упрощенно, но для простоты понимания можно представить церковную иерархию в виде трех ступеней или степеней. Младшая из этих ступеней называется диаконским служением. Диакон в переводе греческого, собственно, и есть служитель, слуга или помощник. Диаконы — это помощники священника или епископа при богослужении. Те люди, которые призывают собравшийся в храм народ Божий для молитвы, те, кто побуждают их к молитвам и песнословиям, и те, кто являются, наверное, наиболее близкими к простым прихожанам, клириками. Вторая, средняя ступень церковной иерархии — это, собственно, наиболее многочисленные и широко известные нам священники или иереи или по-гречески пресвитеры. Само это слово переводится интересно и означает «старейшину» или «главу общины». В древности, да и до сих пор, пресвитер иерей — это священнослужитель, поставленный возглавлять церковную молитву, возглавлять богослужебное собрание всех собравшихся в храме, проповедовать Божие Слово и помогать людям расти в вере, расти в благочестии, понимать верно священное писание и в целом следовать своей жизни тому примеру, который Христом Господом нам показан. И заповедан. Пресвитеры, иереи или священники — это все суть синонимы. Это, если можно так выразиться, вчерашние диаконы. То есть те люди, уже прошедшие первую ступень священной иерархии, это те, кто уже совершали диаконское служение, причем, может быть, на протяжении многих лет, и потом, впоследствии, либо по их собственному прошению, либо по каким-то иным причинам, по решению архиерея, они были рукоположены повторно, уже на следующую ступень. И в священном сане теперь они уже совершат, в отличие от диаконского, они уже сами могут совершать многие церковные таинства. Они не просто возглавляют общественную молитву, но они могут совершать самые важные церковные священодействия. И, наконец, третья, самая верхняя ступень церковной иерархии, это епископы или архиереи. Само греческое слово «епископ» дословно переводится как «надзиратель» или «блюститель», что отчасти передает суть архиерейского служения, поскольку епископы поставлены для того, чтобы блюсти, соблюдать, наблюдать за чистотой веры и благочестием христиан в веренном им округе, диоцезе, епархии. Это архиереи, то есть старшие священники, с VII века исключительно убирающиеся из монахов и совершающие все семь церковных таинств, в том числе и рукоположение других священников и диаконов. Отличительной и очень важной особенностью епископского служения является апостольское преемство. Оно означает, что каждый новый епископ принимает священный сан из рук тех, которые в свою очередь через непрекращающуюся и постоянную цепь преемников принял полноту церковной власти от самих апостолов. По этой причине епископов нередко именуют еще и преемниками апостолов. Они осуществляют очень многие апостольские служения в церкви, проповедь, поставление новых священников и диаконов, как я уже говорил, и наблюдение за тем, чтобы вера Христова соблюдалась повсюду без повреждений, искажений или нововведений. и епископ является главой вверенной ему епархии. Или иногда епископом-архиереем в целом именуется также и предстоятель всей поместной церкви Константинопольской, русской, грузинской, болгарской, любой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok